Так, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре термосы от компания Боблер. Купил я два термоса для еды и один термос для чая. Так, ну что сказать, упаковочка довольно-таки солидная, алюминий. Вот это все выпуклое, внутри у нас тоже довольно-таки все сделано солидно. Такие прокладочки у нас стоят, мягенькие. Там тоже прокладочка. Термос для напитков держит 48 часов. Такие вот брошюрочки есть у нас. О, что на русском что ли еще? Да, кстати, компания, разработка российская, производит в Китае. Такие у нас крышечки. 24 часа это у нас для еды. И... 40... А где? Сторона здесь написано 34. А 34 это же такое. А, это объем, наверное, такой, да. Вот 48 часов держит. Текло и 72 часа держит. Так, у нас тоже здесь прокладочки такие. Вот такие довольно-таки солидные термосы. Преимущество, как мне объяснили от других термосов, в том, что, кстати, здесь у них ложечки складные. Так, вот, таскаться никак. Ага, вот так вот. Поворотом, что ли? Что-то я... Как? А, вот так вот что ли? Ага, вот так вот. Сейчас посмотрим. Ложечка какая-то. Вот так, в принципе, ничего. Единственное, что здесь грязь будет скапливаться в местах. Ну, у меня есть титановая ложка. В принципе, я могу этим не пользоваться. Ладно. Так, в чем преимущество этих термосов от компании Бобер? В том, что они делаются без клапана. За счет этого температура держит дольше. И еще одна фишка этих термосов в том, что у них крышка не пластиковая, а железная. И не передаются запахи. Ну, пластик передает же запах, а железа нет. Вот такой вот термос у нас внутри. И за счет того, что... Вернее, не за счет того, а в связи с отсутствием клапана сброса, а крышка... Крышку, чтобы легче открывать, они такие вот риски довольно-таки мощные сделали. Ну, углубление. И на самом термосе, чтобы держать было удобнее. На самой крышке. Так, ну, это у нас для еды. А это, естественно, у нас для напитков. Бобер. Вот такой вот термос. Такой стаканчик. Крышка также без сброса давления. И поэтому здесь такие довольно-таки крупные риски для захвата. Крышечка довольно-таки длинная. Опять же, не пластиковая крышка, а железная, чтобы запахи не передавались. Вот такие здоровые такая крышечка. Ну, вот сам термос такой. Вот краткий обзорчик по термосам компании Бобер. Все. До новых встреч. Продолжение следует.